Итак, приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Мазин Сергей. Сегодня решил записать обзор проекта синхронного двигателя Дуенова. Он будет полезен как и нашим партнерам, так и нашим инвесторам. И также тем, кто постоянно хейтит наш проект, пытается как-то его троллить или же называет его пирамидой. Друзья, давайте все-таки разбираться в вещах. И я, в свою очередь, когда только лишь изучал проект, конечно же, перед тем, как в него инвестировать, разобрался в этом всем. Тут ничего сложного нет. Просто необходимо понять, где брать информацию, на каких ресурсах более правильную. Не с первого форума брать какую-то информацию, где написали отзыв плохой, а, конечно же, разобраться конкретно на официальных ресурсах. И начнем мы с вами, конечно же, с официального сайта, можно сказать, проекта нашего. Так как все-таки проект у нас называется ООО «Соволмаш», но компания «Соволмаш» занимается привлечением инвестиций в проект. То есть у них есть определенная договоренность, они на определенных условиях сотрудничают. Этот проект привлекает инвестиции. И, в свою очередь, «Соволмаш» дает право этой компании «Соволмаш» иметь 50% будущей компании, которую мы все создаем с вами. То есть вот он сайт «Соволмаш» – довольно-таки приличный сайт. Есть очень большое количество информации о проекте. Видео очень нравится мне. Я вам советую всем посмотреть. Это с «Автовести» репортаж. Очень классное такое видео. Обязательно его посмотрите. Также вот можете посмотреть, какая разница между BuildDC двигателями и двигателями, которые разработаны с нашей технологией. То есть все-все-все это есть. Можно на вебинар записаться, зарегистрироваться. И все-таки дошло все до того, что тут есть у нас патенты. Мне интересно было все-таки проверить патенты. У какого проекта, в который пирамиды, например, есть патенты? Больше 18 патентов. 18 патентов, по-моему. У какого проекта есть патенты, которые можно проверить? Давайте их проверим все вместе. И вы это можете сделать самостоятельно. Так, у нас получается патент на изобретение. Заходим на сайт FIPS. Это федеральное государственное бюджетное учреждение. Это государственный официальный сайт, который предоставляет возможность создать те же патенты. И в дальнейшем проверить их, например. Мы заходим в рестор изобретений Российской Федерации. По номеру регистрации. И вот так. Забыл. 256 27 95. Вводим. 256 27 95. Нажимаем поиск. Пожалуйста, есть у нас такое изобретение. Патент на изобретение. Он зарегистрирован. Авторы у нас есть. Дуйнов, Дмитрий Александрович. Это как раз таки наш разработчик. Ну и есть, конечно, и другие авторы. Среди них, конечно же, Яковлев Игорь Николаевич. Это генеральный директор компании, которую мы создаем. Также это генеральный директор компании АСЭПП, которая является, можно сказать, инициатором данного проекта. Ну и вот, собственно, Дуйнов Евгений Дмитриевич. Это как раз таки сын нашего изобретателя, который помогает ему всегда и во всем. Кто разбирается в этих обмотках, если честно, я в них не разбираюсь особо. Можете почитать, вот, собственно, почему этот патент признан эффективным. И, ну, эта технология признана эффективным. Можете посмотреть, почитать. Вот, каждый патент можно проверить, все это есть. Но он действителен, все здорово. В принципе, вопросов здесь нет, да. Патент проверили. Поехали дальше. Есть план реализации. Ну, по сути, о этом постоянно идут рассказы, да, на презентациях. Можно посмотреть, понять вообще суть, для чего это сделано, сколько надо привлечь. Вот, пожалуйста, инициатор проекта ООО АСЭПП. Это компания, которая занимается разработками, вот, как раз таки в этой сфере, именно, электроэнергетики. И она и занимается, вот, созданием, можно сказать, данного проекта. Пожалуйста, предполагаемая территория размещения Алабушево, Москва, Зеленоград. Вот, все-все-все тут написано, прописано, каким способом, какими средствами все это будет создаваться. Так что, друзья, кому интересно, почитайте. Также ссылочку на данный документ я оставлю под этим видео. Поехали дальше. Проект краудинвестинговый, да. Да, вот, многих пугает это название, что же это за краудинвестинг вообще, что-то такое. Вот, но можно зайти в Википедию, Google, как говорят, все знает, да, и проверить, взять, почитать также о краудинвестинге, который имеет место быть. И с этим все здорово. Очень большие средства инвестиций привлекаются в зарубежных странах, так как в зарубежных странах люди совсем по-другому смотрят на инвестиции. Там очень много людей, которые занимаются этим и живут, так сказать, в свое удовольствие, да, друзья. Так что, то есть, по краудинвестингу вопросов нет, механизм он понятен, вот, тут все написано. Поехали дальше. Какой проект, который, например, да, вот, хотел бы как-то там обмануть или создали они пирамиду, да, например, эти люди, они будут размещаться в журнале, всем известным, это изобретатель и рационализатор. Этот журнал, он уже выпускается очень долгое время, и я думаю, что пирамиду бы, наверное, не стали, да, вот, все-таки, как-то в журнале, ну, делать статью, да. То есть, пожалуйста, справочник есть у нас, да, вот, справочник по совмещенной работам. Можно заказать его и самому перемотать двигатель, да, по этой технологии, убедиться в том, что эта технология действительно есть все, вот, показания, именно, тестов. Все это проверено, оно выложено на официальные, как раз-таки, вот, ресурсы. То есть, тут вопросов у нас нет, правильно? То есть, получается, едем дальше. Пробежимся немного по нашим социальным сетям. Есть у нас группа, группа ВКонтакте, очень большая, то есть, уже, вот, к 18 тысячам подходит подписчиков. Постоянно новости, здесь можно посмотреть контент очень классный, который у нас из производственной площадки приходит. То есть, как раз-таки, вот, многие говорят, а что вы сделали, да, за то, что за это время, которое вы деньги собираете, я уже вижу, слежу за вашим проектом, там, два года, там, или три, да. Но проект, да, он существует уже довольно-таки долгое время, но финансирование, вообще, проекта этого началось у нас полтора года назад. И вот за это время, как раз-таки, что произошло, вы можете увидеть, вот, именно подписавшись на наши социальные сети. Так что, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе и новостей событий, и также в курсе, каких-то, может, акций у нас много очень, акций проходит. В общем, много-много всего интересного. Видео тоже с производственной площадки, как снимают тесты, это уже говорит о многом, да, видно, куда деньги пошли, там, на закупку оборудования, на снятие помещений этих, ремонт, то есть, ну, опытный участок создать, очень много денег нужно. То есть, лазер, там, всё-всё-всё это, литейное оборудование, сама лаборатория также, это оборудование, которое снимает показания. Вы это всё можете увидеть, вот, своими глазами, да. Дальше поехали. Ютуб-канал, конечно же, тут есть, кстати, видео, мне нравятся очень такие, именно старые, ещё, вот, самые первые видео, можно сказать. Обязательно также их смотрите, и можете посмотреть, вот, из последнего что-то, видео с мероприятий, которые у нас проходят на постоянной основе. Также вы, вот, здесь, на Ютуб-канале всё можете это увидеть. По поводу справочника, да, справочник, о справочнике сказано было в журнале, который я вам показывал. Вы можете этот журнал заказать, почитать, то есть, он реальный, он есть, он выпускается уже довольно-таки долгое время. И есть возможность заказа именно справочника по совмещенным обмоткам. То есть, автором этого справочника является Дмитрий Александрович Дуянов и Евгений Дуянов. Я этот справочник, конечно же, лично держал в руках, листал, смотрел, ничего там не понял. Но, я думаю, что есть те, кому было бы это интересно. И вот, на сайте предзаказ.орг можете заказать этот справочник по совмещенным обмоткам. Если у вас уже есть какие-то навыки именно обмотки, да, обмотчика, то вы можете перемотать свой имеющийся асинхронный двигатель по нашей технологии и получить улучшение именно определенных параметров двигателя. Так что, друзья, обязательно обратите внимание. Вот тут такой сайт классный у нас есть. Вы указываете свои данные, заказываете. Я уже помогал с заказом. То есть, люди обращаются не только инвестировать, но и, конечно же, есть те, кому интересна данная технология. Они хотят как-то ее использовать у себя. То, что они знают, что у нас в России более 100 предприятий, которые уже занимаются перемоткой двигателей по технологии «Славятка». И, конечно же, на этом зарабатывают неплохо. Так что, это как бы тренд, это очень интересно и полезно вот именно тем людям, которые решили перемотать свои двигатели. Это вот документ решения о вступлении в особоэкономическую зону Алабушев. Можете этот, опять же, документ сами самостоятельно почитать. Много, долго ждали этого события. Заявку никак не могли утвердить. Но, опять же, на то есть причины. Причины были такие, что сперва были праздники. Потом у нас происходила именно смена, можно сказать, руководства особоэкономической зоны Алабушева. Так как она вступала в технополис Москва, экономическую зону. И понятно, что здесь есть у нас какое-то определенное правительство. Тут правительство, им надо определенные взаимоотношения создать. Ну, в общем, они решали между собой, как это все сделать. И поэтому, конечно же, и так все затянулось. Но смысл в том, что документ получен. Сейчас уже идет актуализация документов. И мы ждем все, именно уже начало строительства нашего инжинирингового центра. Который мы все и затеяли. Так что, друзья, тут уже есть документы, которые говорят о том, что мы уже вступили в экономическую зону. И получается, что строительство завода скоро начнется. Так что, надо задуматься все-таки над тем, что стоит уже инвестировать. Есть у нас сайт-справка. Очень классный, которым я вам советую всем пользоваться. Если вам что-то непонятно, если вы только новичок, вообще не понимаете, о чем я говорю. Это больше видео, наверное, для тех, кто уже слышал о проекте. Вы заходите на этот сайт-справку. Вики.нет.ру И тут о проекте Дуинова. То есть, вот, краудинвестинг, проект, цель строительства инжинирингового центра Соболу Маши. И дальше поехало, пошло. Какие вам выгоды? Есть тут все обо всем. Вот серьезно. Финансы хотите? Пожалуйста. Краудинвестинг. Что такое? Дивиденды, дисконт, акции, доли. Что? О чем вы хотите знать? Все здесь можете найти и обо всем узнать и почитать. Поехали дальше. Я как раз таки, да, вот, когда уже дошел до того, что так, мне все нравится, проект очень классный, интересный. Пришел к тому, что захотел инвестировать. Да, то есть, мне вот интересно было, конечно же, инвестиции сделать свои первые. Я столкнулся с тем, что мне необходимо подписать договор инвестирования. Это, конечно же, очень классно. Можете договор также почитать и вы сами все поймете. То есть, этот договор у нас доступен на непосредственно уже сайте после регистрации. Кстати, вот, зарегистрироваться можете также по ссылочке, которая у вас будет в описании. Можете посмотреть. То есть, регистрация простая и почитать этот договор полностью. Здесь я вот просто пролистаю. То есть, договор, это, конечно же, он юридически чистый и он юридически сильный. Так что, дальше. То есть, договор мы подписываем с кем? С Solar Group Limited. Вообще, что это за компания? И мне, конечно же, стало интересно проверить ее. Вообще, есть ли она зарегистрирована или она. То, что на словах, это, конечно, все здорово. Да, я думаю, что многие из вас тоже думают. Так, а Solar Group, что это вообще такое? Там, ну, как бы, что это за компания? Вот, пожалуйста. То есть, это все можно проверить. Для чего эта компания создана? Я уже вам, в принципе, сказал. Она является именно компанией, которая привлекает инвестиции в данный проект. То есть, есть определенная договоренность. И, конечно же, это в первую очередь сделано из-за того, что компания S&PP является участником Сколково. То есть, о чем вы с вами в будущем... То есть, немного позже сейчас я вам и расскажу. Да, я вообще покажу, что это именно так. Эта компания S&PP, она является участником Сколково. Она претендует на гарант определенный. И она не может привлекать инвестиции зарубежных инвесторов. По этой причине, да. И она может не получить из-за этого именно этот гарант. Получается, что для этого и была создана как раз-таки вот эта компания, да, Solar Group. Для того, чтобы привлекать инвестиции в проект. То есть, S&PP – это компания, которая инициировала проект ООО «Соволмаш». И вот Solar Group также была создана для того, чтобы привлекать инвестиции в компанию ООО «Соволмаш». То есть, пожалуйста, да. То есть, все, я думаю, понятно. Все прекрасно, ясно. Что для чего создано. И то, что компания Solar Group Limited зарегистрирована в Ануату. Ну, не знаю, кого-то это пугает, да, как бы. Но, по сути, это просто компания, которая привлекает инвестиции в проект. У них есть определенные договоренности. Solar Group Limited. Мы, как бы, являемся, можно сказать, сейчас теми людьми, которые имеют взаимоотношения с Solar Group Limited, да. И мы, как бы, с ней подписываем договор. И получается, что именно Solar Group Limited как раз-таки будет иметь 50% вот именно будущего предприятия, да. То есть, по этой причине мы, как раз-таки, все с вами и будем также являться совладельцами 50% будущего предприятия. То есть, что тут непонятного, я не понимаю. Хотите проверить компанию Solar Group? Пожалуйста. Зарегистрирована в Ануату. Есть вот такой сайт у нас, в Ануату Financial Service Commission, да. Он у нас создан. Это комиссия по финансовым услугам в Ануату вообще, да. Вот это республика, как бы, все дела. Вот. И вот этот сайт, он, это вообще комиссия, она создана в 1993 году. Не знаю, с какого там года сайт этот функционирует. Но вот здесь это все рассказано, опять же, да, вот на ресурсе, как можно на него попасть. Это финансовый регулятор. Он следит за тем, чтобы именно тут все. Выдача лицензии зарегистрирована юридическим и физическим лицам. Там все дела, как бы, они следят за тем, чтобы там компании не занимались мошенничеством. Вот. Всем-всем-всем этим. Тут все написано. Переходим на сайт, да, который они вот предлагают. Тут VFSC, да, получается. Я, как бы, не особо в английском. В общем, смысл в том, что я здесь полазил, посмотрел, что тут вообще за сайт. У нас вот есть какой-то вот чувак, который, наверное, всем этим управляет. И получается, что, да, это и вправду ресурс официальный. Здесь можно проверить как раз-таки вот компании, которые офшорные, да, зарегистрированы в Ануату. А для этого что мы делаем? Мы переходим с вами по вкладочке. Вот так. Которая вот самая последняя. Да, но если перевести, то, в принципе, там понятно будет, что там вообще написано, да. Вот. Сейчас у нас подгрузится страничка. И вот здесь мы переводим на русский и читаем. Сейчас мы это закроем. Так, пожалуйста, список лицензиатов по закону о дилерах и ценным бумагам. Нажимаем, открывается PDF-файл. Здесь есть список этих компаний. Их очень большое количество. И ищем тут у нас... Так, пролистали, наверное, нет. Solar Group. Так, может кому-то не видно будет. В принципе, вы сами это можете все сделать. Так, вот у нас 116-я компания Solar Group Limited. Да, это есть как раз-таки наша компания. И это говорит о том, что эта компания реально зарегистрирована в Anuatu. Она реально проверяется вот этим финансовым регулятором. И, собственно, как бы это о многом говорит для меня. Вот. Все это проверено. Идем дальше, друзья. Идем дальше. И как раз-таки вот почему эта вообще компания была создана. Да, я сказал, для того, чтобы привлекать инвестиции. Так как АСПП участник Сколково. И она не может... Эта компания не может принимать инвестиции зарубежных инвесторов. То есть для того, чтобы иметь возможность получения именно гранта. Так, список участников. Нажимаем. То есть мы переходим на сайт ASK.ru. Это как раз-таки сайт официальный Сколково. Заходим. Тут большое количество вот компаний. И вводим АСПП. Так, АС и ПП. Пожалуйста. Вот у нас есть такая вот компания АСПП. Она у нас тут существует в списке. Значит, она является участником. То есть все просто. Все просто. Переходим сюда. Да. Тут что мы смотрим. Команда. Четыре человека. Дмитрий Дуинов. Ну, я думаю, знаете, кто такой. Сын его, Евгений Дуинов. Игорь Яковлев. Это тот человек, который является генеральным директором этой компании АСПП. И Виктор Арестов. Это вот как раз-таки тот человек, который у нас больше по Китаю. То есть занимается взаимоотношениями. Ну, не только с Китаем, конечно же. А и вообще с зарубежными именно партнерами нашими. Вот. Пожалуйста. То есть эта команда. Это официальный сайт Сколково. И, ну, я не знаю, как бы вы считаете, что пирамида была бы, являлась бы участником Сколково. То есть АСПП это инициаторы проекта ООС ОВЛМАШ. А ООС ОВЛМАШ это тот проект, который мы все инвестируем. Вообще мы вот хотим, чтобы он вырос, был создан и вообще тому подобное. И кто-то может усомниться там, что там, допустим, Дмитрий Александрович Дуинов какой-то фейк там. Или, например, его сын. Или Игорь Яковлев. Кто такой. Вот нажать на любого, тут про них все написано. Вот Игорь Яковлев. Кто у нас такой Игорь Яковлев? Я не знаю. Так. А ну, посмотрим. Генеральный директор финансов и инвестиций. Генеральный директор ООС ОСПП. ОСПП вы уже понимаете, да, что за компания. Ранее инженер, конструктор у нас. Так. Начальник конструкторского отдела ООО. ООО завод Протон МиЭд. Так. Я тут также сайт нарыл. Это у нас завод. Вот он, Протон. Официальный сайт. Это человек, который имеет опыт. Это человек, который у нас, так сказать, фигурирует на сайте Сколково. Я думаю, просто так бы он сюда не попал. Так что делайте выводы, друзья. Делайте выводы. Также на сайте Сколково есть, вот, пожалуйста, статья. Да, она уже там довольно-таки давно здесь есть. И, пожалуйста, Эко Тех 2016. Вот. Паша Филиппов. Тот, кто вебинары проводит. Да, как бы человек. Евгений у нас. Сергей Семенов. Пожалуйста. Да, эти все люди, они тут у нас есть. Вот оно, мотор-колесо наше. Так что, ну, можете почитать вот статью эту. Вот. Это все отношение имеет как раз-таки компания СИПП. Так. Также ссылки я оставлю. Можете сами это все проверить, посмотреть. Поехали дальше. Есть у нас такой человек, как Игорь Яковлев. То есть, мне вот было интересно, вот, все-таки, какое он отношение, там, можно сказать, имеет ли вообще к ООС ОВЛМАШ, к проекту, еще, да. Вот, вообще, как он фигурирует в этом. И знаете, что оказалось? Оказалось, что он является вообще, как бы, и генеральным директором ООС ОВЛМАШ. Получается, что, ну, зайдя на сайт, вообще, как бы, вот, официальный, так же, сайт Федеральной налоговой службы, да, нашей, Российской Федерации, вы можете зайти и все это посмотреть, проверить, так же, найдя в интернете ИННН АСЭПП и ведя сюда, да, вы можете найти, что, да, это АСЭПП, все, это Яковлев Игорь Николаевич, есть такой, да, человек. И он-то уже также является директором. То есть, это говорит о том, о том, что он и будет являться, вот, как раз-таки, директором ООС ОВЛМАШ, предприятия, которое мы создаем. Ну, я думаю, это неудивительно, так как, ну, АСЭПП учредила, можно сказать, СОВЛМАШ, да, и, ну, тут все просто. Думаю, что вот этой информации будет более чем достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы, да, я старался, как мог, максимально. Информация-то будет полезна, можете сами все это проверить, почитать, полистать и сделать выводы, что пирамида, она не может иметь патенты, она не может являться участником Сколково, это АСЭПП, то есть, это компания как раз-таки, директор АСЭПП, это директор ООС ОВЛМАШ, ну, можно сказать, это одно и то же, грубо говоря, да. Пожалуйста, да, то есть, это Solar Group, ну, вопросы какие-то по Solar Group есть, она зарегистрирована, она работает, вы договор с ней подписываете, все, какие еще вопросы, я не могу понять. По технологии, хотите проверить технологию, ну, приобретите справочник, перемотайте. Есть форумы, очень большое количество форумов, можно там узнать всю информацию, посмотреть, есть очень большое количество испытаний, вот, которых я забыл сказать. Также можно посмотреть и об эффективности вообще, как бы, так что, друзья, дерзайте, изучайте проект и самое главное, не забывайте, что необходимо иметь свое именно личное мнение. То есть, я вот решил, как бы, сделать этот обзор, я, конечно же, ранее еще во всем в этом разбирался, там, как бы, ну, не записал видео, да, сейчас вот я решил опять все это разложить по полочкам, разобрать. Я думаю, что эта информация будет для вас полезна. Так что, до встречи в следующих видео. Ну, и еще хотел бы отметить, что, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели, чтобы я разобрал в таких видео, пишите в комментариях, и я в следующем видео запишу, возьму ответы на ваши вопросы.